Аминь Нравилось Работать на 1099 по одной причине Потому что каждый день Твоей работы это приключение Это новый опыт Это зависимость от Бога Ты не знаешь что тебя ждет Будет работа не будет Будет большой заказ или маленький Или ты приедешь и его отменят вообще Это каждый раз возможность По новому посмотреть на свои отношения С Богом Это новая возможность Увидеть в своей жизни Насколько Бог заботится и ведет тебя И я знаю что среди нас здесь очень много людей Которые продолжают эту форму работы И они особо благословенные И вот однажды утром Я выезжаю Это 5 часов Выезжаю на своем приусе благословенном Только я включаю свой аккаунт И тут же приходит Буквально я включил 3 секунды И приходит заказ Ну и у меня есть 15 секунд Пока бежит полосочка сообразить Принять этот заказ или отменить И вы знаете Я вижу заказ почти на 100 долларов 112 даже долларов И в голове у себя Я сразу же понимаю Я уже человек опытный Что значит это будет Long rate Это значит ты куда-то заедешь Так далеко Что обратно ты будешь Возвращаться бесплатно У меня уже были такие заказы Тебе дают заказ Мантика С Мантики потом по Герсемити А там уже ничего не ловит Ты никому не нужен И ты назад Два с половиной часа Просто едешь Благословенно размышляя о том Как же ты попал И вот эта борьба Она у тебя продолжается В голове 15 секунд Прежде чем ты дожмешь Или отломит И такая мысль у меня внутри Ну ладно Ну ладно Ну зачем тебе опять это ехать Ну что здесь По городу будешь мелкими заказами Здесь какие-то бонусы Ты быстро себе все получишь А второй голос шепчет Ну подожди Ну кто-то же 5 часов утра вздумал Как далеко ехать Может надо все-таки согласиться Я такой думал 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 И буквально на последних секундах Я нажимаю Принять Думаю Ай ладно Че День передо мной большой Думаю Ну уже занесет меня куда-нибудь Занесет Надо же делать свою работу Ведь тот кто делает заказ Он ожидает Что на этой стороне Его будут принимать И его довезут Еду Это было Я получил заказ на кармахе Еду В Элдрадо Хиллз Забираю мужчину Садится он Куда-сюда Колов-колов Я говорю Да вы так рано едете Он говорит Я доктор Я говорю А зачем доктору ехать Аж в Блумантон Это 2,5 часа нужно переехать С самого утра Не могли бы что Здесь перевестись Куда-нибудь В Кайзер Или в Шаттер Госпиталь Он говорит Вы знаете Да моя жена Она перевелась А его нет Но самое что интересно Это доктор еще индусом был Вы знаете Индуцы они очень хорошие люди Они никогда не дают тип Когда они сидят с одной машины Это ты уже знаешь И они очень такие Скрупулезные Придирчивые Ничего личного Но ты уже просто знаешь Что ты едешь Просто за то Что тебе заплатят И мы по дороге Разговариваемся Я узнаю Что он Ездит туда Потому что у него там приемы Он не хочет Оставлять своих пациентов Потому что он давно уже С ними работает И вот нужно назначить ему Какое-то лечение Очередному пациенту То есть я вижу Что как бы Ну В общем-то я участвую В неком благом деле Все-таки там ждут люди У него прием Он про семью свою рассказывает У меня расспрашивает Кто я Что я Ну я ему рассказываю Что вот да У нас церковь И вот мы Богу служим И все остальное Ну я Как могу же ему там Проповедую Едем по дороге Уже почти подъезжаем Я говорю Слушайте А как долго вы будете Здесь в своей больнице Он говорит Вы знаете У меня буквально час опойка Час я должен за час принять И затем я буду ехать обратно Я такой Опа Думаю Ну А он мне спрашивает Может вы как-то можете Чтобы я снова вас заказал Ну я думаю Ну за час Я говорю Уже точно нет Потому что за час Мне дадут какие-нибудь Маленькие заказы И там я буду тыркаться И точно уйдет этот заказ Я думаю Ну ладно Надо рискнуть Набираюсь смелости И говорю Ну слушайте Ну может быть Давайте я вас подожду Один час Там может какой-нибудь Парк есть рядышком Я погуляю Пока вы там пациента примете А потом я уже выключусь И вас назад довезу Такой Зажался Думаю Ну все Скажут Какое Да нет Он услышал эту идею И такое удивление У меня Он говорит Да конечно Слушай Я знаю Там возле больницы Очень классный парк Я тебе покажу Ты сможешь погулять Давай Подождешь меня Так ему понравилось В моем приусе Подождешь меня часик И потом заберешь Я тебе кэшю заплачу Не переживай Уже мне номер смс Высылает В общем Все получилось Наилучшим образом Я погулял В такой красивый парк Отдохнул Набрался сил Посадил опять Этого пассажира Привез обратно То есть у меня не получилась Пустая охотка Я и туда поехал Мне заплатили И обратно вернулся Заплатили Более того Ему так понравилось Ехать Что он в общем-то Говорит Слушай А ты вообще-то можешь Возить меня Каждое утро В 5 часов А он расспросил Что я рано встаю Каждый день Расспросил Почему Зачем Ты можешь Каждое утро Меня возить Мы периодически Мне нужно ехать туда Совершенно Приезжай Меня забираешь Завозишь В общем Конечно Я это не мог делать Каждый день Я поручил Это своему другу И он еще долгое время Ездил с этим человеком Возил его туда И обратно И так Бог Все интересно сделал Что тот Тот человек Который я не хотел Тот заказ Который был Очень долгий И невыгодный Мне Оказался не просто Заказом Оказался возможностью Испытать огромные Божьи благословения И завести дружбу И знакомство С этим доктором Так бывает В нашей жизни Друзья Что иногда Нам приходится Делать То чего Мы не хотим То что Ну не знаете так Что вы бежите Прям окрыленные Такие О я сейчас Это буду делать Нет Ты даже Заставляешь себя Что то сделать Иногда Но Бог Видя это Как то все Таким образом Поворачивает Что то что Тебе не нравилось То что ты делал Может быть Под нажимом Даже Заставляя себя Вдруг оборачивается В огромнейшее Благословение Которых ты даже Не ожидал И одна из таких Историй Она записана В каждом Евангелии Но я хочу Чтобы мы с вами Как сделали Мы прочитаем Ее в Евангелии От Матфея Потому что Там она в более Таком коротком Варианте А затем Некоторые детали Будем смотреть В различные Других варианты Чтобы посмотреть Что же особого Бог хотел отметить В этой истории Итак Евангелие От Матфея 28 глава Буквально С первого По десятый Текст Всего лишь Десять Текстов Начинается Все так Прошла Суббота На рассвете Первого дня Новой недели Мария Магдалина И с нею Другая Мария Пришли Осмотреть Гробницу Вдруг Случилось Тогда Сильное Землетрясение И с неба Сошел Ангел Господин Подойдя К гробнице Отвалив Он камень И сел на него Лик его Был подобен Молнии А одежды Белы Как снег В ужасе От страха Задрожали Стражники И упали Перед ним Как Мертвые А вы Не бойтесь Сказал Ангел Женщинам Я знаю Что вы Ищите Иисуса Распятого Его здесь нет Он Воскрес Как и говорил вам Пойдите Сами осмотрите Место Где он лежал А затем Ступайте Сразу К его Ученикам И скажите Им Иисус Воскрес Из мертвых Он будет В Галилее Прежде вас Там вы Его увидите Запомните Что я Сказал Вам Охваченные Благовейным Трепетом И полные Великой Радости Покинули Они Гробницу И побежали Чтобы сообщить Эту весть Ученикам Вдруг Вдруг Предстал Перед ними Сам Иисус Радуйтесь Приветствовал Он их Они устремились К нему И стали Обнимать Ноги Его И поклонились Ему Не бойтесь Сказал Иисус Ступайте И братьям Скажите Моим Чтобы они Шли В Галилею Там Увидят Меня Итак Знакомая Всем нам История История Которая Начинается После Субботы Начинается Рано Утром История В которой Сначала Кажется Все очень Печально А затем Эта вся Печаль Обращается В радость Итак Давайте Посмотрим На некоторые Детали Первую Деталь Я хочу Чтобы мы Увидели Она Описана В Евангелии От Иоанна 20 глава 1 текст А ну-ка Кто-то Может мне Зачитать Евангелие От Иоанна 20 глава 1 текст Рано Утром В первый День Недели Когда Было Еще Темно Мария Магдалина Пошла Крабница И увидела Что камень Закрывает Закрывавший В гробницу Угром Спасибо Большое Итак Какая деталь Отображена Иоанном Которую Мы не прочитали С вами Матфея О Спасибо Сереж Рано Утром Когда Было Еще Темно Замечает Евангелист Иоанн Интересное Слово Темно Вы знаете Если мы Просмотрим С вами Как Используется Это греческое Слово Оно Очень легко Запомнить Оно Очень Созвучно Одному Нашему Славянскому Слову Это Слово Скотия Ну Почти Как Скотия Оно В Новом Завете Используется Раз Пятнадцать Наверное Но Больше Всего Шесть Раз Его Использует Иоанн В своих Посланиях И Евангелист Иоанн Использует В Евангелии Таана То есть Десять Раз Большую Часть Ну Например Это же Слово Скотия Используется В Евангелии Таана Первой Главе Четвертый Пятый Тех Послушайте Как звучит В слове Была Это свет людям Этот свет И во тьме Светит Она Не одолела Его То есть Посмотрите Как используют В каком контексте Иоанн Это слово Или Евангелие От Иоанна 12 глава 46 Я в мир Пришел Как свет Чтобы Ни один Верующий В меня Во тьме Не Оставался Смотрите Это то слово Которое Евангелист Иоанн Использует Не только Лишь только В одном Месте Он Использует Его По отношению Ко времени Суток И то Неизвестно Действительно Ли это Только Ко времени Суток Или еще И двойной Смысл Этого Слова Почему Написано Когда ученики Сели В лодку И отправились Наступала Темнота А Иисуса С ним Не был В этих Текстах Которые Мы прочитали Иисус Называет Себя Кем Светом А ему Постоянно Против Поставляется Что Тьма Иисус Говорит Я свет И тьма Не обняла Меня Иисус Говорит Я пришел Чтобы вы были В свете И чтобы вы Не были Во тьме То есть Мы видим Что это Слово Скотия Которое Использует Евангелист Иоанн Оно Нагружено Не только Временными Да Какими-то Моментами Но судя По всему Что Иоанн Через это Слово Хочет Передать Внутреннее Состояние А не только Временной Период Другими словами Иоанн Говорит Ко гробу Иисуса Христа Шли Женщины Внутри Которых Было Что Было Темно Внутри Их Сердец Была Темнота Почему Темнота Потому что Нет Христа Потому что Тот Кто был Светом Тот Кто был Жизнью Его Уже Нет Темно Потому что Иисус Распят Темно Потому что Ученики Мужчины Что сделали Предали И разбежались Темно Потому что Пилат Струсил И умыл Свои руки Темно Потому что Вся их Надежда Связанная С Иисусом Христом Она Ушла Я не знаю Знала ли Елена Уайт Греческий язык Я специально Посмотрел Как она В книге Желания Веков Описывает Состояние Сердец Учеников И этих Женщин Мне понравились Две фразы Я для себя Записал Со смертью Христа Исчезли И надежды Его Учеников Будущее Было покрыто Мраком Отчаяния То есть Вы представляете Что творится В сердцах Учеников Христа Нет Сердце Темно И отчаяния И отчаяния А вот что Напишет О женщинах Они Не помышляли О том Что он Воскрес Солнце Их надежды Зашло И ночь Воцарилась В сердцах Вот в таком Состоянии Без надежды Разочарованные Опустошенные Эти женщины Рано Утром В воскресенье Идут Ко гробу Иисуса Христа Давайте посмотрим На Евангелие От Луки 24 главу Первый текст И посмотрим На ту деталь Которую Добавляет Лука Он отвечает На вопрос Зачем Они туда Шли Откройте кто-нибудь Поднимите руку Я приду к вам С микрофором Лука 24 1 Мы знаем Уже В каком Состоянии Они идут Они не поют Димны Их сердца Не люкуют Не торжествуют Они идут Без надежды Там Тьма Но они Идут Первый же день Недели Очень рано Везде Приготовленные Ароматы Пришли они К гробу Вместе с ними Некоторые Димки Итак Что дополнительно Говорит нам Лука Зачем Они туда Идут Они идут С приготовленными Ароматами Для чего Помазать Тело Иисуса Христа Итак Мы видим Что женщины Лишенные Надежды С темнотой Внутри Сердец Идут Навстречу К кому К мертвецу Скажем так Они идут Выполнить Обряд Помазания Мертвого Тела А почему Они это раньше Не сделали Вы помните Спасибо Сереж Библейский Текст Говорит нам Что в пятницу Все было Очень поздно И они Не успели Это сделать Поэтому Они дождались Чтобы наступило Воскресенье Завершилась Суббота И они С самого Раннего утра Вот заметьте Темно Еще На рассвете Они бегут Чтобы Совершить То Что Должны Интересно Что Матфей Напишет Что Иисуса Христа Книжники И фарисеи Постарались Снять До какого Времени До наступления Субботы Почему Чтобы покоиться В субботу По заповеди Но затем Он напишет Что на следующий день То бишь В субботу Они пришли К Пилату И что делали Просили Чтобы поставили Охранников Потому что Бояли Что ученики Его утащат Смотрите Какой парадокс С одной стороны Они снимали Быстрее всех С креста Чтобы не нарушить Субботу В пятницу Вечером А с другой стороны Они идут Субботу утром К язычнику Да Они вроде как Не переступают Его порог Но они Заботятся О чем О субботних Вещак или нет Совершенно Не о субботних Эти женщины В пятницу Зашло солнышко Они не очень Мудреные Понимаете Они не изучали Талмуд Мы не знаем Даже ходили ли они В синагогу Потому что Это были Обычные Простые Женщины Точно Читать Они не умели Они знали Одно Солнышко Закатывается В пятницу Вечером Наступает Суббота Нужно Все Отложить И успокоиться Пришло Утро Нового дня Воскресенье Они взяли Свои Вот эти Все масла Все что Приготовили Еще пятницу И пошли Выполнять То что Должно Они Пошли Делать Своё Дело Они шли К этому Гробу Не потому что Их вела Надежда Надежда Она уже Умерла Они шли Потому что Они хотели Выполнить Свой Долг Они просто Шли Чтобы Отдать И Ничего Не получить Взамен Так бывает В нашей жизни Друзья мои Когда мы Должны Идти к Богу Просто Из чувства Долга Не потому что Сзади крылья Не потому что Нам хочется И мы горим Чем-то А просто Как эти женщины Потому что Мы так Научены Потому что Это наш Принцип Потому что Это часть Нашей жизни Просто Пойти И сделать Они же могли Возмущаться Где эти мужчины Где эти все Старшие Приседирая Младшие Где Петр Где другие мужчины Почему они Не возьмут Почему снова Мы должны идти Да Могли бухтеть Бубнеть У нас нет даров А я еще Очень маленький А я все время В этой церкви служу А другой не служит Пусть он попробует Я уже тут 20 лет А он 10 лет Только Смотрите Они вообще Даже не вопрос Они задают И надежды Нет И Иисус Не скажет Им Как раньше Сказал Помните Одна же Из Марии Уже Что-то делала Иисусу Подобное Когда он Был живой Она Омывала Ему Ноги Чем Миром Миром И вытирала Волосами И Христос Сказал Что везде Где будет Проповедана Евангелие Где будет Передана Эта Весть А тебе Будет Провозглашено Сейчас уже Не будет Этого Иисус Мертв Учитель Мертв Они Идут Навстречу К мертвецу И Ими движет Чувство Долго Это Непопулярное Слово Сегодня Сегодня Я делаю То что я хочу Я делаю То что я люблю То что мне нравится К чему у меня горит сердце А эти женщины говорят Мы идем Потому что так надо Потому что неправильно будет Если наш Господь Будет лежать в могиле Неумощенный Да Потому что неправильно будет Если к нему никто не придет Мы идем Потому что так Нужно Я еще раз хочу отметить Они не были Супер мудреными С десятками Каких-то степеней С изучениями Там Талмуда Долго Это Обычные Простые Женщины Идут Сделать то Что должны Следующее Я хочу Чтобы мы посмотрели С вами Еще Марка 16 главу 2 и 3 текст Что добавляет Марк В эту историю Марка 16 глава 2 и 3 текст Что нового Добавилось В этом тексте Спасибо большое Точно Заметьте Вот я поражаюсь Этих женщин Какие же они умнички Они в пятницу Все приготовили Всю субботу Они были в покое Рано утром Они подорвались Женщины всегда рано встают Схватили все Что приготовили Отправились в путь На встречу С мертвым Иисусом Чтобы отдать почести Я думаю Что они так хотели Еще раз выразить Свою благодарность За то Что Иисус для них сделал Потому что Как много Для них сделал Иисус И они не обращают Внимание Там Книжники и фарисеи И священники Всю субботу Мучаются там Как охранить Как камень запечатать Сколько сражников поставить А они спокойно Доверяя Небесному Отцу Даже без надежды Внутри уже Просто идут Выполнить свой долг И во время дороги Они о чем размышляют Они же написано Вы посмотрите Что Матфей пишет В предыдущей главе Что они были там У гроба Когда Значит Положили на него Большой камень И закрыли И вот они идут По дороге И размышляют А кто же нам Откроет эту дверь Кто же нам Откроет Кто уберет Этот камень Заметьте Они не остались дома Не остались там Чтобы спорить И думать Так Как мы откроем Этот камень Как оно будет То Как оно будет Все Давайте подождем Может быть Мужики подтянутся Может быть Еще там Пастор подъедет Может быть Там кто-то еще Старший Деканец Нет Обычные женщины Они собрались Рано утром Идут И вот они По дороге Размышляют Одна Мария говорит Мария, слушай Ну как у тебя мышцы Крепкие сегодня Или нет Конечно Тут мы несем Все эти благовония Мы хотим Нашего Господа Умастить Кто Откроет нам Эту кровницу Что это Это вера Спасибо пастор Они идут Разговаривают Между собой Слушайте Можно назвать Это молитвой Или нет Почему нет Почему мы не можем Назвать это молитвой Два верующих человека Да уже без надежды Да не знаю Что Бог их мертв И солнце Их надежды Зашло Как пишет Дупройство Они идут Одна Другой Говорят А написано Где двое и трое Там кто соберется Аминь Иисус И вот заметьте Они идут Они разговаривают Между собой И когда они Подходят Ко гробу Мы не знаем Как долго они шли Сколько это заняло Времени Но что мы читали Уже с вами У Матвея Происходит Когда они Подходят Ко гробу Ангел Уже их ждет Они пришли И ангел Берет Что делает Убирает Этот Камень Знаете Я когда читаю Эту историю Думаю Господи Какая же вера Должна быть У этих женщин У женщин Которых даже Не было надежды А какая же вера Была бы Если внутри Еще была надежда Ангел там Появился Во всех Евангелиях Написано Для кого Для этих Женщин Иисус Мог выйти Из гробницы Чтобы никто Не открывал Ему Мог Для него Не составляло Никакого Труда Но этот Ангел Был послан Как ответ На их Молитву Как ответ На их Переживание А как же Мы Откроем Эти Двери И ангел Открыл Этот камень Не для того Чтобы Иисус Вышел наружу А для того Чтобы они Зашли внутрь Он им говорит Зайдите И посмотрите Его Там Нет Каждый раз Когда я читаю Эту историю Я удивляюсь Насколько Сильно Нас любит Господь Насколько Чутко Он слушает Наши молитвы Они не успели Еще поговорить Подходят Ангел уже Тут как тут Чтобы отвалить Камень Они шли Встретиться С мертвым Иисусом А в результате Они заходят Что они там Видят Ангелис напишет Что пелены Были сложены Все красиво Было сложено Как положено А затем Ангел им сказал Пойдите Скажите мужчинам И Иисус Сам является Им Они шли Чтобы встретить Мертвеца А встретили Воскресшего Бога Своего Учителя Итак Друзья мои Это история Урок для каждого Из нас В нашей жизни Может разные Вечи происходить Мы можем быть В таком состоянии Когда нам не хочется Читать Молиться Что-то совершать Служение в церкви Мы не чувствуем К этому Мы не чувствуем Ничего Чтобы делать это Но есть еще Такое понятие Долго Есть такое Понятие Как То что мы Принцип То чему мы Научены Нужно подняться Утром Открыть Божье слово Попросить Божьей поддержки Если вы Принуждите К церкви Пойти И совершить То служение На которое Вы поставлены Даже если Не хочется Потому что Так делает Тот Кто следует За Иисусом И будьте Уверены Что то Маленькое Которое Вы сделаете Ради Него Потому что Вы должны Вы получите Намного больше Чем Ожидаете Так Как это было В истории С этими Женщинами Наши маленькие Молитвы Наши маленькие Дела Приведут К огромным Результатам Если мы Будем это делать Во имя Иисуса Христа Я хочу Чтобы вы Всегда Вспоминали Эту историю Потому что В жизни Каждого из нас Бывают такие Моменты Когда не хочется Не видеть Не слышать Не ходить Не читать Не молиться Нам кажется Весь мир Вокруг нас рухнул Ушла Наша надежда И у каждого Это свое Но каждый из нас Проходит Этой долиной Смертной тени Долиной Когда надежда Уже Мертва Я хочу Чтобы вы помнили Этих двух простых Женщин Которые пошли И сделали Не задавали вопросов Не возмущались Не спрашивали А просто сделали То Что кроме них Никто сделать Не мог И будьте уверены Как только вы сделаете Шаг Второй Третий Ангелы Божьи Уже будут посланы Для того Чтобы вам помочь Чтобы вас Поддержать И в конце концов Я не сомневаюсь Что вы встретитесь С Иисусом Христом Воскресшем А не Мертвым Вам есть За что Благодарить Его Вам есть За что Пойти К Нему Навстречу Вам есть За что Омыть Его Тело И Умастить Его Мне Есть Я знаю Насколько Я Ему Должен Апостол Павел Об этом напишет Ибо Вы Рабы Того Кто Что Чьи мы рабы Кому Служим Я раб Иисуса Христа И я хочу Ему служить Потому что Он Выкупил Меня Искупил Меня Ценой Своей Собственной Жизни Давайте помолимся Дорогой Господь Любящий Праведный Ты знаешь Каждого из нас Лучше Нежели мы Сами знаем Ты знаешь Господь В какой тьме Было Наши сердца Или иногда Погружаются Наши сердца В этой тьме Нет никакой Надежды Но мы так Хотим Чтобы твоя Молитва Была Услышана Чтобы тьма Никогда Не объяла Нас Окончательно Чтобы в этой тьме Мы всегда Видели Луч Твоей Милости Луч Твоей Благодати И надежды Чтобы Господи Совершая Своё служение Совершая Свою христианский Путь К небесам Мы не полагались На чувства Не полагались На эмоции На ах И ох Чтобы мы делали То Что необходимо Из-за чувства Если нужно И долгом Из-за чувства Того Что мы Обязаны Тебе Господи Помоги Никогда Не пренебрегать Простыми вещами Молитвой Чтением Писания И маленьким Служением Которое Ты доверил Нам Мы знаем Господи Для тебя Это очень Ценно Именно В эти моменты Ты готов Послать Ангелов Чтобы они Озарили Светом Путь Каждого Из нас Я прошу Тебя Благослови нас Как церковь Чтобы мы Были в первую очередь Светом Этому Миру Чтобы не тьму Несли Ни раздор Несли Господи Ни споры Ни схватки Друг с другом Но чтобы Несли Надежду Чтобы несли Веру Чтобы несли Любовь К Тебе Ибо Ты Ее достоин Великий Бог Отец Сын И Святой Дух Аминь